QR-коды заменяют продавцов и официантов, как кафе и магазины самообслуживания захватывают рынок. Раскроем внутреннюю кухню в сюжете. Сетевые, кафе и магазины по всему миру присоединяются к гонке технологий. Сегодня немногие удивятся кассам самообслуживания и вендинговым автоматам. Но Амазон, Пятерочка и другие ритейлеры пытаются настолько автоматизировать работу торговых точек, что у них почти нет обслуживающего персонала. Мы находимся в бизнес-центре IT-парк в Казани, где в апреле 2020 года был открыт магазин самообслуживания. В нем нет не только людей, но и касс, а войти в магазин можно с помощью специального приложения. Формант магазина непривычный. Чтобы разобраться, как работает торговая точка, придется потратить несколько минут. Технологии компьютерного зрения распознают, какие товары взял покупатель. А оплатить их можно, привязав к аккаунту банковскую карту или пополнив счет в приложении. Сейчас таких магазинов уже несколько. Все они были открыты в рамках проекта «Цифровая деревня». А в 2020 году его автор, аспирант Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета и уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Республике Татарстан Булат Замалиев попал в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии «Форбс». В торговой точке, около которой мы сейчас находимся, продукцию отслеживают камеры. Что именно и сколько взял человек. Насколько сложно обучить этому искусственный интеллект? Довольно-таки непросто. То есть тут нельзя сказать, что лишь искусственный интеллект задействован для решения этой проблемы. Если мы делаем магазины без продавцов, это накладывает определенные барьеры, ограничения. Нам требуется, например, мобильное приложение. Но есть форматы магазинов. В формате, я знаю, магазинового дома, где человек хочет без карточки какой-либо, без приложения, просто без ничего зайти в магазин, взять товары, расплатиться наличкой и уйти. Вот это довольно-таки непросто. Здесь еще есть работа определенная, а другие форматы, они уже готовы, наверное, к такой промышленной эксплуатации. Плюсы точек самообслуживания очевидны. Клиент может не контактировать с продавцом или официантом, а из-за отсутствия персонала на рабочем месте не возникает очереди. Владелец может полностью отказаться от кассиров и части других сотрудников. Не значит ли это, что будущее, в котором технологии вытесняют обслуживающий персонал, уже наступило? Стоимость живого труда постоянно растет. Постоянно растут требования к условиям труда, требования к квалификации работников, особенно в розничной торговле, особенно если это связано, скажем, с продовольствием. Есть требования по медицинским книжкам и прочее, и прочее. Сейчас есть требования антиковидные. То есть содержание в рамках бизнеса большого количества персонала, это очень дорого и становится со временем дороже и дороже. Розничная торговля будет, естественно, переходить на новые технологии. Я не думаю, что все магазины станут абсолютно бесконтактными, абсолютно блюдными, но количество людей, задействованных в розничной торговле, скорее всего, будет неуклонно снижаться. Сдаться технологиям или возглавить их – каждый человек решает этот вопрос по-своему. Известно одно – в двигателе «Прогресса» достаточно топлива, чтобы тянуть за собой мировое сообщество. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова